Боксарская школьная команда «Дети Индиго» вышла в финал Всероссийской юниор-лиги КВН. 25 команд, 3 конкурса и всего 6 финалистов. Среди них и девочки из столицы Чувашии. Что помогло четырем нашим школьницам пробиться в число лучших, расскажем в нашем сюжете. Команда «Дети Индиго» пожалуй одна из самых маленьких по возрасту среди участников Всероссийской юниор-лиги КВН. Все девочки учатся в начальной школе. С одной стороны это минус, многие команды играют в КВН годами. С другой плюс, маленькие девочки смогли покорить и зрительный зал, и жюри. Мы то есть маленькие девочки, миленькие такие, шутки наверное смешные были, и зал зажигательный. В команде «Дети Индиго» всего четверо, при этом уже у каждой свое амплуа. София капитан команды, а Саша, которая подает шутки. Подаван, а я – ходячая энциклопедия, точнее меня так называют, почему-то. И Женя, она хулиганка и модница. Капитана «Дети Индиго» Софию в разных турах КВН семь раз признавали лучшей актрисой игры. На сцене она с пяти лет. Начинала в составе команды старших школьников, затем выступала как одиночный артист. Потом обросла собственной командой. Участие во всероссийских лигах – это не только интересно, но и накладно. Родители юных КВНщиц отмечают, для поездок порой приходится искать спонсоров. Помогает Чебоксарская администрация. Действительно большие финансовые затраты, и когда в этом плане помогают, и остается только творить, и девчонкам, грубо говоря, только репетировать, а не думать, где поесть, на что поехать, то это очень круто. И это всегда помогает КВНщикам выступать лучше. Впереди у «Детей Индиго» финал, который состоится в апреле. Уже сейчас они думают, как усилить свое выступление. Теперь организаторы и зрители ждут не только хороших шуток, но и яркого шоу.